Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается тяжелого переживания расставания. Текст достаточно большой, я не думаю, что имеет смысл весь его читать. Я хотел бы зачитать только, наверное, некоторые моменты, которые хотел бы прокомментировать. Начал. Прошло больше двух лет после тяжелого расставания, тысячи человек. Были вместе пять лет. И, соответственно, до сих пор Калдин прожибал в мыслях об этом. Винил себя, что так и не получается отпустить и спокойно заниматься своей жизнью. Вот про что здесь написано. В данном случае здесь написано про запрет быть слабой, запрет быть уязвимой, про запрет на чувство, запрет на боль, про попытку следовать требованиям окружающих людей, ну, близких людей, авторов вопросов, и про, в общем-то, интервенцирование этих требований уже в себя. Потому что, ну, действительно, люди тяжело переживают расставания, расставания травмой, и для каждого человека она переживается по-своему. Ввиду его особенностей. Дальше. Кажут себя очень слабо и разочарованным в себе. Вот. Это следствие ожидания. То есть вы ожидали от себя чего-то. Вот, понимаете, здесь момент в том, что когда человек от себя чего-то ожидает, он так или иначе сталкивается с тем, что ожидания это не может реализовать. И для того, чтобы их реализовать, ему нужен, условно говоря, другой человек. В какой-то степени ваша привязанность к тому, кто от вас ушел, обусловлена этим. Ведь ожидания у вас не появились только после расставания. Дальше. Я понимаю, что все справляются по-разному, но как же обидно из-за всей этой ситуации, я так и не могу прийти в норму. Да, то есть вам не столько вот на боль, здесь важно обратить свое внимание на свои переживания по поводу расставания небосредственные, а на то, что вот вы долго, значит, не можете прийти в себя. Должны быстрее. С чего вы делаете такой вывод, что вы должны быстрее? Ну, непонятно. Дальше. Столько нервов потрачено, столько слез выплакано. Ну, очевидно, что вы ходите по кругу. Очевидно, что переживания у вас не получаются. Прошите из-за требований, что я не должна. Чувства безопасности, уверенности почвы под ногами у меня давно нет. То есть мир кажется враждебным, чужим я такая маленькая, какая-то сам до себя. Ну вот здесь я бы сказал, есть тенденция к слиянию, то есть ваше стремление слить с кем-то, раствориться в другом человеке и таким образом обрести безопасность и уверенность почву под ногами. Почему? Потому что требования очень высокие. И очень высоких требований рождают недоверие к себе и обесценивание себя. Далее, никто из моих родных не ожидал, что все это затянется надолго. Все думали, что я более равновежный и самодостаточный человек, но это похоже не так. А это говорит лишь о том, что вы не представляли своим родным такой, какой вы есть. Это какая вы есть? Это говорит о том, что вы для них как бы, ну, играли определенную роль на силе Москвы. Вот это вы еще обиднее, потому что я тоже считал себя такой, ну, вы скорее считали себя такой, какой вас хотели видеть ваше родное. Вот, я не уверен, что вы знаете себя такую, какой вы есть. Вот, сейчас вы столкнулись, вам очень не нравится. В первую очередь, не оправдало своих ожиданий. Ну, а насколько эти ожидания реальны, да? Родители постоянно намекают, что мне порадует государство, чтобы не культивировать все отрицательные чувства. Но это давление только заставляет защищать вину. Прямо, потому что вас отвергают. Вы запрещаете себе на родителей злиться. Запрещаете себе это выражать. Это превращается в чувство вины. Я боюсь с ними делиться чем-то, связанное с этой темой. Да, чтобы не усугубить это состояние. Так, дальше. Все похоже на бесконечные выбережные мысли. Я не могу сосредоточиться и справиться ни с одной из них до конца. Ну, с мыслями справляться не нужно, они текут без нашего усилия. Усилия вам нужно просто здесь понаблюдать. Человек ушел некрасиво. Люди редко, когда уходят красиво. Давайте вот так. Скажем, да. Расставание редко, когда протекает так, как нам хочется. Поэтому это вопрос, опять же, некоторых ваших ожидать. Мне до сих пор до слезы обидно. И это после всего того хорошего, что было на счетах. Ну, то, что хорошая ваша пара никак не отменяет того, что у человека могли измениться чувства. Это все, да, и самое я будет резко объяснено. Так бывает, к сожалению. Я понимаю, что задеты самолюбия. Не совсем. Вы слишком зависимы от других людей. Вот, вы привыкли к такой практике жить. И ваша история с родными и вашими родителями это пока... Ну, я не знаю, родные родители, родные тоже в данном случае. Так, эта обида не дает мне отбросить ситуацию. Обида это вообще-то про ожидание в первую очередь. Это про ожидание и это вот про выгоду. То есть это по сути нежелание принимать реальный мир. Честно говоря, я не хочу такое прощать. Мне хочется револючить, чтобы он подчеркнул, кого мне было тогда. Ну, опять же, это вот в данном случае борьба с реальностью. Дело в том, что реванш, да, если он почувствует то, что чувствует силы, то он всё вернётся в круги своя. Ну, начнем с того, что он не почувствует то, что чувствует силы, там, если люди разные. А во-вторых, ну, для вас ничего не изменится. Ещё обидно оттого, что мне плохо и больно до сих пор. У него всё идёт только в гору. Дома девушка, она нашла хорошую работу. Почему он счастлив с ней после всего этого, что... После всего того, что он сделал? Так, что это никак не связано. Это в данном случае проявление некого мистического мышления, кармы, если угодно. Так, что ничего такого, по крайней мере, в парадигме психологии не существует. Дальше. Тут вы описываете, значит, своё рассуждение. Вот. Вот вы пишете, что... Значит, всё вроде нормально, но теперь мне почти на всё плевать. Ну, это защитная реакция. Вы ушли в защиту. Я не знаю, как объяснить, но мне стыдно, что со мной это произошло. Это вопрос про требования и ожидания. Вот. Про желание быть сверхчеловеком, идеальным человеком. Вероятно, ваш мужчина из-за этого и ушёл. А... Так, значит, я будто чувствую вину, что со мной так поступило. На самом деле, здесь больше про злость. Здесь больше про отторжение, которое вы в себе, что-то, почему... Заглушаете, опять же. Дальше. Понимаю, что виноваты оба. Да, не виноваты на самом деле. Оба. Это вопрос соответственности, скорее, обоих людей. Ну, и изменения. Для меня это ситуация шерстским запятном, от которого я не могу отмыться. А что вы имеете в виду? Ну, то есть... Вы не можете расстаться. С человеком у вас не могут закончиться отношения. Или то, как мужчина с вами поступил, как-то вас характеризует. Вот. Что здесь? Спасибо. Мне кажется, что то, что вас обесценили, то, что вас обесценили, это, вообще-то говоря, связано с предыдущей идеализацией. И в этом нет ничего удивительного, поскольку вы сами себя идеализируете. Дальше. Мне очень часто хочется кричать, но подходящих мне для этого нет. Теперь я чувствую, что всегда будет ощущение отдельности. Так. Про крик. Это агрессия. Обязательно нужно найти возможность выплеснуть это. То, что вы говорите, что нет места, связанного со стыдом. То есть у вас агрессия всегда подавляется стыдом. Значит, теперь я чувствую, что всегда будет ощущение отдельности, кажется, сам за себя. Ну, вообще-то это нормально. То есть, знаете, здесь вы, как бы, отрицаете идею личной ответственности, но только с позиции личной ответственности можно построить здоровые отношения. Как я и говорил, вы стремитесь к слиянию в данном случае. Почему? Потому что вам одно и слишком тяжело из-за требований к себе. Значит, так, что я не смогу доверять никому так сильно. Ну, сильно доверять не надо. В первую очередь, можно доверять себе. Себе вы не доверяете, судя по всему. Всегда будет мысль в голове, что надо быть начеку, если что, первое дело в ноге. Это про тревогу, про неумение реагировать на какие-то обстоятельства. Что никого нельзя любить, никого нельзя будет любить больше себя. Ну, никого и не нужно любить больше себя. В первую очередь, на первом месте вы, потом еще другие люди. Когда вы любите кого-то больше себя, это вообще-то про жертвенность, это вообще-то просто зависимость. То, что вы описываете, очень похоже на это, на зависимость от человека. Дальше. Всегда будет мысль так. Нельзя будет любить больше, чем себя. Нельзя будет раствориться в этом наивном доверии и любви. Это про слияние, как я уже сказал. И слияние возникает тогда, когда человеку как-то, вот, некомфортно, нам и с собой. То есть, на основе проблематики лежит какой-то внутренний ваш конфликт, от которого вы бежите как раз в эту, вот, в это доверие и прочее, прочее, прочее. Значит, дальше. Самый типичный страх, что не встреча никого подходящего, и никто не станет так же близок, как бывший. Так же близок, как бывший, возможно, нет. Потому что это, судя по всему, были нездоровые отношения, построенные на идеализации. Вот то, что подходящий не встретится, это интересно. Дело в том, что прилагательное подходящее определяется потребностями. Вот, прилагательное подходящее. Это означает, что вам не столько для человека делать, что ты хочешь, сколько вот закрыть человеком какую-то свою потребность. Потребность закрыть, это ваша ответственность. Люди вам в этом помогать не должны. Дальше. Я пробую общаться с разными людьми сейчас, но все правы кажутся не чужими, некрасивыми, самовлюбленными, самодостаточными и холодными. Обратите внимание, вам как будто бы нужен не самодостаточный человек, чтобы он от вас зависел, понимаете? Чтобы его можно было к себе привязать. Это история про страх быть брошенным, как мне кажется. Зачем семья? Ну, вам нужно здесь ответить себе на вопрос, зачем вы себя сам? У меня такое ощущение, что для себя вы никогда не жили. Я понимаю, что страх это нелогично, многие люди находят дары даже не один раз, но я в стране боюсь больше никогда не испытать таких доверительных и сильных чувств. Интересно, как вы на них центрируетесь, чем для вас так важны испытать эти чувства. Как будто бы, опять же, здесь транслируется мысль, что сама по себе я не существую, что я могу существовать только с кем-то. Я часто чувствую тоску и скучаю по нему, но ведь гораздо легче скучать по идеальному образом. Близко часто вижу его и будто думаю, прикрашивая его и романтизируя. Честно говоря, эту фразу я не очень понял, а давайте мы ее попробуем перечитать. Я часто чувствую тоску и скучаю, потому что это нормально, потому что не отпустили, не прожили чувства. Но, с другой стороны, вам не особо чего интересно в вашей жизни исследовать. То есть, вы сами к себе неинтересны. Гораздо легче скучать по идеальному образу. Близко часто вижу его, вы имеете ввиду образ, и будто думаю, приукрашивая его и романтизируя. Но, опять же, в идеальном образе сосредоточены ваши желания, ваши потребности. Ну и, в принципе, в целом то, как вы себя видите. Я злись на себя, и на него весь этот процесс, будто начинает затягиваться, и я застревал. Ну, это нужно подробнее исследовать и подробнее проживать. Постоянно винил себя, это про злость и агрессию, но не могу отключить отпускный поток. Его не надо отключать, его надо просто направить в более витальный вектор. Дальше. Я просто хочу, чтобы кто-то обнял меня, успокоил, сказал, что все делаю правильно, что я обязательно с этим справлюсь. Ну, я бы не сказал, что то, что вы делаете сейчас, это правильно. Я бы не сказал, что в таком ключе вы справитесь. С точки зрения психологии, то, что вы регрессировали в определенной степени до детского состояния, да, избежали, избежали и избегаете опыта. Вот, вы избегаете опыта того, что люди, это не раз и на всю жизнь, что люди, это люди могут меняться. Это взрослый опыт, вы его избегаете. И пока вы будете его избегать, ну, я думаю, ситуация будет продолжаться в таком ключе. Потому что, повторюсь, те отношения, которые вы выстраивали с молодым человеком, судя по всему, были не совсем здоровыми. И ваша реакция, которую вы описываете, она этому подтверждена. Вот, реальность такова, что учиться нужно выстраивать здоровые отношения, где нет слияния, вот. И по возможности, по возможности нет идеализации. То есть идеализация вообще естественная, но она, скажем так, нежелательно, чтобы она разрастала. Вот. Ну, в вашем случае, совершенно очевидно, что она довольно сильно разрастается. Еще хочется обратить внимание на то, что вы не задаете свой запрос, вы не формируете запрос для психологов, что как бы ставит под сомнение ваше желание над собой работать. Вот. Вы, конечно, выговорились, вам немножко полегчало, но, по моим ощущениям, слишком много у вас всего внутри вас, вот, слишком много всего добавлено. Это нужно проживать, это нужно выражать столько, сколько, сколько, сколько необходимо и находить пути выхода вашим чувствам. Чтобы вы себя лучше чувствовали, чтобы вы себя лучше замечали, чтобы вы были... И вообще, в целом, развивать к себе более заботливые отношения. Вот. Есть ощущение, что вы себя не любите, есть ощущение, что вы себя не принимаете, то тоже нужно культивировать эти чувства. Эти чувства, потому что вы пытаетесь их компенсировать за счет... Ну, вот, за счет таких отношений. Я повторюсь, не совсем здорово. На этом все. Ну, буду благодарен за обратную связь. Помним ответ. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи, обращайтесь.